Сегодня глава республики побывал с инспекцией сразу на двух строительных площадках. Кортеж Михаила Игнатьева остановился на территории будущего детского сада и в новом микрорайоне на окраине столицы. Удастся ли возвести данные объекты в срок? Этот вопрос глава региона задавал подрядчикам. Все описывали радужные перспективы. Дмитрий Ковалев продолжит тему. На строительной площадке будущего детского сада пока работ не в проворот. Здание уже возведено, сейчас здесь начали штукатурить стены и прокладывать коммуникации. Двери садика должны распахнуться уже в конце августа. Это крайний срок, возможно новоселье здесь отметят и еще раньше. Подрядчики отмечают, что проблем при строительстве у них не возникает. Они воплощают в реальность самые смелые планы проектировщиков. К примеру, продумали до мелочей дизайн фасада. Пять блок-секций, а каждый блок-секций свой цвет имеет. Значит, это немножко такой, это такой, такой. То есть садик у нас проектанты были, это классика арт, а Баранова там архитектор. Вот она запроектировала, чтобы он нарядный такой был. На строительство детского сада из бюджета будет выделено более 100 миллионов рублей. Четверть этой суммы подрядчикам направили уже в прошлом году. Здесь будет создано почти 300 мест. Главе республики показывают на проекте своеобразное ноу-хау. Дворовая территория поделена на три части. Малыши и дошкалята будут прогуливаться на разных площадках. Вот эта площадка будет уже дошкольная. А эта площадка будет для взрослых моря. Вот эта сама площадка, а еще кроме этой спортивной площадки. Вообще детский сад на улице Пирогова будет выгодно отличаться от других. Хотя бы тем, что расположено на нескольких метрах от залива. Из окон будет открываться потрясающая картина. Но главное, чтобы детский сад огранично вписался в эти пейзажи. Это новый район, центральная часть Чебоксар. И именно ее первым делом оценивают гости города. Подрядчики уверяют, по своей красоте здание ничем не будет уступать ближайшим высоткам. Но думают не только о пейзажах. На территории возведут индивидуальную котельную. Будет питаться уже, то есть у меня будет свое отопление, своя горячая вода. Мы на сегодняшний день уже провели сюда сети, это водопроводные сети провели, канализацию. И это ливневую канализацию сделали. Преобразится в ближайшие годы и окраина северо-западного района. В планах у строителей ледовый дворец, торговые центры, современные паркинги. В этом году здесь дадут очередной жилой дом на 450 квартир. Запланированные графики не должны сдвинуться. Проблем с доставкой материала не возникает. Подрядная организация возводит здание из кирпича, который производится в Чувашии. Медрик Валев и Сергей Рябчиков, Республика.